Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые слушатели Директ-Академии! Мы начинаем нашу новую вебинарную неделю. И сегодня с вами буду я, Калиников Павел Юрьевич. Прежде чем приступить к сегодняшнему вебинару, я хотел бы рассказать о том, что интересного у нас будет в Директ-Академии в ближайшее время. И начну, как всегда, с четырех полезных ссылок, которые я разместил в самом начале нашего чата. Да, я совсем забыл спросить, как хорошо меня видно и слышно. Нажмите на огонек, если видите и слышите меня нормально. Так, вижу вашу реакцию, хорошо. Ну что ж, тогда продолжим. Итак, в самом начале нашего чата расположено сообщение с четырьмя ссылками. Первая ссылка ведет на главную страницу нашего сайта, на которой... Так, сейчас, одну минутку. Я... На первую страницу нашего сайта, на которой расположено наше расписание. И из этого расписание вы можете зарегистрироваться на все вебинары, которые уже приведены в... Существуют в нашем расписании. Это примерно на месяц вперед. Вот. Если какие-то вебинары вас заинтересовывают, прямо с главной страницы нашего сайта регистрируйтесь прямо сейчас. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на Ютьюбе. И запись этого вебинара через некоторое время появится на Ютьюбе. Кроме того, у нас сегодня, и, надеюсь, теперь каждый раз, будет вестись трансляция нашего вебинара в нашу группу ВКонтакте. Вот. Что касается нашего канала на Ютьюбе, кто еще не подписался на него, рекомендую подписаться, потому что на нем уже сейчас находится около... Ну, наверное, уже около полутора тысяч записей наших вебинаров Директ Академии. Ну, и каждый новый вебинар появляется там через один-два дня после того, как проводится. Третья ссылка ведет на наши онлайн-курсы. Впрочем, про наши курсы, про ближайшие курсы поговорим отдельно. Ну, и, наконец, последняя ссылка рассказывает о том, как приобрести сертификат после посещения нашего сегодняшнего вебинара. В самом конце вебинара я еще посвящу несколько минут этому вопросу. Сейчас я хотел бы вам проанонсировать три следующие вебинара, которые у нас состоятся на этой неделе. Смотрите теперь в конец нашего... в конец нашего чата. Завтра, 17 января, состоится вебинар, который проведет наша постоянная ведущая Мария Токмянина. Финансовая грамотность для дошкольников называется этот вебинар. И вебинар этот пройдет в цикле «Новое поколение». Далее. 18 января у нас будут два вебинара. Первый из них... Вот этот вот. Называется он «Патриотическая библиотека и другие разработки Директ Медиа». Проведет ее Павел Кухаренко, наш руководитель отдела разработки компании Директ Медиа. Ну и, наконец... Так, а я, знаете что, я забыл вам рассказать о вебинаре, который пройдет сегодня после моего... Ну, хорошо, я сначала вам все-таки расскажу про то, что будет 18-го еще. И 18-го же января в 14 часов будет вебинар Елены Шугалей, тоже нашего постоянного автора вебинаров и курсов. И будет называться вебинар «Новые нерекогнитивные методики скоростной работы с информацией концентрации внимания и укрепления памяти». Вот, а давайте я вам все-таки дам информацию по вебинару, который пройдет сегодня. Я совсем забыл о нем упомянуть. Вот он, этот вебинар. Давайте прямо сюда сейчас дам информацию о нем. Этот вебинар состоится сегодня в 14 часов. Проведет его Александр Яковлев, директор агентства электронных изданий «Интермедиатор». И будет называться он «Комплектование ЭБС с водными тематическими коллекциями». Вот, по вебинарам все. Ну, и я хотел бы напоследок представить три курса, которые состоятся у нас в ближайшее время. «Интермедиатор». Это вот эти вот курсы. 21 числа, уже совсем скоро, в субботу, начнется курс Анастасии Пахаруковой, который будет называться «Разработка игровых и обучающих квестов». Все курсы по 72 часа, все онлайн-курсы в том формате, в котором, возможно, вам знаком. 28 числа Татьяна Телегина проведет курс «Библиография для небиблиографов». Курс тоже неоднократно уже запускался и имел большой успех. Пожалуйста, приходите. Ну, и, наконец, 7 февраля у нас начинается курс «Активное восприятие, память, работа с информацией, современные методики». Елена Шугалей, уже упомянутая мною, как автор вебинара. Вот приходите на ее вебинар и там примите решение об участии в курсе, например. У нас вот буквально вчера появился в расписании еще один курс, но пока я о нем говорить не буду. Традиционно три курса ближайшие представляю. Ближайшие вебинары мы уже поговорим и об этом курсе тоже. Вот. Но на странице наших курсов уже вполне можно этот курс наблюдать. Вот. Он, его лендинг уже готов. Итак, ну что ж, я свои обязанности в качестве модератора от Директ Академии заканчиваю и перехожу к своим обязанностям спикера. И сегодня наша тема, которая называется «Высокоуровневое конструирование учебного контента». Вот. Вот такая вот тема из моего цикла, который я называю «Контентное строительство». Вот. Я читаю эти вебинары в перемешку с нашими продуктовыми вебинарами компаниями Директ Медиа. Вот. Вот сегодня мы поговорим про высокоуровневое конструирование. Что же мы под этим будем иметь в виду? Узнаем через пару минут. А для начала я хотел бы вам проанонсировать свой курс, который начнется 14 февраля, который называется «Традиционно профессиональная разработка электронного учебного контента». Пройдет он совместно с компанией «Ракурс». Вот. Восьмой раз уже, восьмой год мы запускаем этот курс. Правда, каждый год он разный. Туда что-то добавляется, актуализируется. 12 тем, 12 вебинаров. Ну и подробнее не буду здесь про него говорить. Вот. Переходите по вот этой ссылке. А, да, кстати, в моей сегодняшней презентации будет достаточно много ссылок, поэтому я вам очень рекомендую скачать презентацию для того, чтобы эти ссылки были кликабельны, потому что прямо из вебинара ссылки не являются кликабельными, а просто показываются как картинка, на которую нажать нельзя. вот. Так что, ну, давайте все-таки я вам ссылку на свой курс дам, чтобы все-таки эта ссылка тоже была в чате. То есть, а совсем все ссылки я в чат не буду давать, кроме тех, которые сочту, что можно открыть прямо на вебинаре. Вот последняя ссылка. Это ссылка на мой курс. Ну что ж, не будем заниматься слишком много рекламой. Давайте перейдем к содержанию сегодняшнего вебинара. И вот так я вижу сегодня тему нашего сегодняшнего вебинара. Начнем мы с обсуждения вот этих вот вопросов. Продолжим, ну, или завершим, как угодно, некоторым показом, которые я сделаю, чтобы продемонстрировать, как, собственно, вот это вот высокоуровневое конструирование воплощается в жизнь. Итак, наши сегодняшние вопросы. Компоновка по шаблонам или свободное конструирование. Что означает стоять на плечах гигантов в контентном строительстве? Что такое качественный контентный шаблон? Шаблоны формы и шаблоны структуры контента. Чем отличаются и как применять их? Как компоновать мультимедиа контент? Где найти и как использовать инструменты для высокоуровневого конструирования контента? Вот так. Ну и завершим это все показом. Первое. Компоновка по шаблонам или свободное конструирование. Это такое маленькое введение, связанное вообще с представлением о стандартизации, о применении стандартных решений и о качестве, достижении качества. Вот такую цитатку я в сети достал про работника, который создал, точнее, чья артель создала храм в Кижах или в Кижах, как правильно говорить, как местные говорят. Итак, вот как она звучит. Десять лет работали плотники в Кижах. Легенда называет имя только одного из мастеров Нестора. Закончив работу, он закинул топор в Онежское озеро со словами «Не было такой никогда и не будет более». Вот это ярко выраженный подход уникального строительства, когда все делается с нуля и только мастера высокого уровня могут достичь здесь качественных результатов. Правда, эти качественные результаты, они, то есть, если речь идет о самом высоком качестве, то, как правило, мы говорим о работе в какой-то степени ручной и в какой-то степени принадлежащей только тому мастеру, который смог ее сделать. Но это практически во всех областях. Вот. Даже если вы применяете какие-то стандартные решения, все равно, если ваша работа высокого уровня, то, скорее всего, в ней много индивидуальности и много, ну, в кавычках, ручного труда. Вот. Что мы можем этому противопоставить? Это массовое качество. То есть, качество, которое ориентируется на... Ну, не то, что совсем бездаря, да, конечно. Нет, совсем не так. На мастера, который... Ну, на мастера средней руки, скажем так, да. Как же сделать так, чтобы среднестатистический мастер мог изготовить, если не храм в кижах, ну, то какой-нибудь средний храм, который потребен, нормально выглядит, не содержит грубых ошибок и так далее. Ну, и современное развитие техники дает нам на это ответ, что для этого надо применять стандартизацию. Вот. Для этого нужно использовать какие-то наработки других людей, возможно, более мастеровитых, которые смогли не только что-то создать, но и, занимаясь отчуждением своего труда, создать некие лекала, по которым можно далее трудиться. Вот. Да, вы задавайте вопросы сразу по ходу дела, не откладывая их до конца вебинара, если они у вас есть. Вот. В контентном строительстве все то же самое. То есть мы можем взять, ну, условно говоря, ноутпад. Раньше программисты и первые создатели сайтов очень кичились и даже писали в конце своего сайта, что сайт создан created by notepad. То есть прямо вот руками созданный сайт, от код, написанный прямо из головы и так далее. Вот. Ну, современные сайты так не создаются. Понятно, что они создаются на основе каких-то уже готовых решений, даже когда человек мастер, все равно он пользуется какими-то решениями. Ну, а теперь относительно слова «высокоуровневое». Наверное, впервые это слово в данном смысле было использовано, было использовано в программировании. Программисты 50-х годов, ну, и частично, наверное, 60-х еще прошлого века использовали вот что-то вроде этого, того, что написано слева. Это кто-то, может быть, знает, это язык-ассемблер. Вот так выглядели программы. Это низкоуровневое программирование. И для того, чтобы сделать серьезную программу, нужны были там тысячи таких вот строчек. Это было чрезвычайно опасное программирование, ошибки очень трудно искались, и результаты его были иногда странными. Поэтому где-то к началу 60-х годов, и особенно это развилось после, было создано так называемое высокоуровневое программирование на языках высокого уровня. Вот справа программа написанная, простейшая программа, написанная на языке C, которая, точнее, на языке C++, судя по тому, что здесь используется оператор каунт, который, ну, просто печатает на экране слово Hello World. Ну, зато полностью программа сначала и до конца. Вот. И сразу стало понятно, что программистов может быть на порядок, а то и на два порядка больше, чем вот тех программистов, которые начинали и которые могли использовать Assembler. Вот. Это был огромный шаг вперед, и он продвинул программирование на огромное расстояние. Так, вот читаю вопрос. Только где взять эти наработки? Часто профессионалы не хотят с нами делиться, чтобы быть востребованным. Ну, сегодня поговорим как раз об этом. Вот. Более того, я сегодня как раз поговорю про те инструменты, в которых это все реализовано. Впервые мы столкнулись с использованием шаблонов, как средство сократить ошибки, повысить производительность, повысить качество в так называемых жаккартовых станках. Француз Жаккар создал ткацкий станок, в котором использовалась перфокарта. Вот здесь вы видите, вот это вертикальное висит, сверху большая такая. Это перфокарта, которая определяла узор, и теперь совсем не обязательно стало этот узор делать вручную. Он был уже записан. И если вот эта условная программа на перфокартах была уже отлажена, то никаких ошибок в узоре больше быть не могло. Таким образом, создавалось, сокращалось количество ошибок, ну, то есть, они сводились к нулю практически. Стало возможным создавать принципиально новые продукты. ткачество перестало быть, ну, то есть, теперь не обязательно было нанимать людей, которые с художественным вкусом, скажем так, которые могли сами создавать в реальном времени какие-то узоры, ну, и повысилась эффективность труда. То есть, ну, по всем практически пунктам произошел рост некоторый. Что, конечно, не, опять же, я хочу на этом, обратить на это внимание, не принижает мастерства тех, кто может сделать какую-то совершенно уникальную работу. Вот. Но качество шагнуло в массы. Теперь можно было покупать дешевые ткацкие дешевые ткани с хорошими рисунками и так далее, и так далее. Вот мы сегодня по отношению к контенту примерно про это и поговорим. А вот как это выглядит по отношению к контенту. Вот здесь показано результат труда, который был создан за 10 минут. И за 10 минут было создано вот такое простое контентное приложение для смартфона. Ну, на минуточку, для смартфона, то есть без программирования, без различных операций, связанных с дизайном и так далее. Ну, вот его вы можете посмотреть вот здесь по вот этой вот ссылке. Позже мы посмотрим немножко более сложное, которое потребовало немножко больше работы. Не 10 минут, а, скажем так, около часа. Вот. Тем не менее, это ведь не дни, да, не месяцы. И это не команда программистов создавала. Это конечный держатель контента при помощи специального приложения, точнее, при помощи даже сервиса в интернете, бесплатного сервиса, смог вот это вот сделать. Вот. Единственное, что для этого надо сделать, да, и это, конечно, надо сразу об этом сказать, что инструментами надо учиться пользоваться. Но обучение, пользование инструментами это не мастерство, это не художественный навык, который доступен немногим, а это то, чему точно можно учить. Абсолютно точно. И с большой вероятностью каждый человек, ну, с некоторыми входными данными может это сделать. Ну, уж, по крайней мере, каждый преподаватель точно. Ну, а так выглядит табличка, на основе которой было создано вот то, о чем, то, что мы смотрели на предыдущем, вот здесь вот слайде. Необходимо создать такую табличку, Google таблицу, и, скажем так, подсунуть эту таблицу, шаблону, который возьмет ее в себя, и форма идет от шаблона, форма и структура, форма от шаблона, а структура и сам контент от вот этой вот таблички. Вот и весь, вся концепция, можно сказать. Да, концепция достаточно проста. Вот, да. Ну, а так вот это вот выглядит внутри сервиса, где в центре мы видим внешний вид шаблона. Сделано это на большом компьютере, но в центре показано, как это будет выглядеть на смартфоне. Вот, а по бокам расположены различные элементы интерфейса, которые позволяют вот это все сделать. Это, я хотел бы отметить, одно из самых насыщенных, один из самых насыщенных сервисов, который имеет большое количество настроек и позволяет сделать достаточно интересные, контентные приложения для смартфонов. Ну, еще один момент, который продолжает наше рассуждение. Что такое стоять на плечах гигантов? Фраза эта приписывается Ньютону, хотя на самом деле было сказано гораздо раньше. Говорят, что Ньютон сказал, что все, что он сделал, он сделал потому, что стоял на плечах гигантов. Правда, говорят, что он это сказал не только в философском смысле этого слова, но и немножко издеваясь над своим коллегой Гуком, который был карликом, из которым у него постоянно были трения, скажем так. Боролись они за величие. Но тем не менее, стоять на плечах гигантов, это означает, что кто-то сделает уже большую часть работы, причем это большая часть работы сделана в том виде, в отчуждаемом виде, то есть в таком виде, который потом могут использовать, который могут потом использовать многие. Вот. Так, сейчас я закрою. мессенджеры, которые мне приходят сообщения. Так, тем, кто использует работу этих гигантов, остается только дополнить своими, можно сказать, пятью процентами. Но эти пять процентов еще продвигают нас вперед. Вот. Ну, вот мы и этим и занимаемся. Ну, вот, в частности, тут я привожу малую выборку из тех шаблонов, которые существуют в сервисе Flourish. Вот. Каждый из этих шаблонов это некое такое произведение искусства. Дизайнерского точно. Дизайнерского программистского, веб, веб-разработческого и так далее, да. То есть берем один из этих шаблонов, из тех, которые нам нужны, используем его, вставляем свои данные и получаем красивый, интерактивный, иногда динамический даже контент, который профессионален и его можно вставлять, в общем-то, в работы, которые потом пойдут для профессионального применения. Вот такова эта концепция. Ну вот я хотел бы тут привести пример использования одного из самых продвинутых шаблонов. Это... Ну давайте я на самом деле тоже это вам дам. Хочется поделиться. дам вам в чат, чтобы вы могли сразу запустить. Это так называемая пузырьковая диаграмма, да еще и не просто диаграмма, а в динамическом виде. То есть ее можно запустить посредством вот этого движка, который... не движка, а инструмента, который наверху расположен, запустить, и она начнет изменяться во времени. Ну здесь описана начальная стадия эпидемии ковида по разным... пандемии, да, как разные страны на него, на это начало прореагировали, какие страны более-менее хорошо, у каких стран была большая смертность, ну и прочие вещи. Вот. Подробнее потом посмотрите в материале, который я вам тоже дам. Вот. А что же такое качественный шаблон? На самом деле достаточно много в сети сервисов с некачественными шаблонами, которые и выглядят не очень хорошо, и интерфейс у них так себе, и структурно они не очень хорошо продуманы. Вот. Так вот, вот я здесь привел свое представление о качественном шаблоне. Это, во-первых, конечно, это качественная дизайнерская прорисовка, эстетичность. Все должно выглядеть эстетично, как будто сделано прямо руками дизайнера. они должны иметь эти шаблоны объясняющую силу. То есть визуальность должна быть не сама по себе, а должна выполнять какую-то функцию. Как правило, если речь идет о контенте, ну, по крайней мере, контенте информационном, которому и принадлежит как подмножество контент обучающий, в этом контенте должна быть некая объясняющая сила. То есть он должен быть сконструирован дизайнерски, не только эстетично, да, но и он должен объяснять. Дальше, качественная компоновка элементов. Ну, тут, наверное, это то, что обеспечивает первые два пункта, то есть элементы должны быть отрисованы хорошо и они должны быть друг от друга каким-то образом отделяемы. Встроенная интерактивность. Если речь идет о цифровом контенте, то, конечно, речь идет не просто о картинке, которую мы ляпнули куда-то на свой сайт, а об интерактивной вставке, которую можно каким-то образом оперировать, изменять, переходить с одной части этого контента на другую и так далее. богатство настроек. Это уже речь идет не о конечном результате, а об инструменте. И этот инструмент должен иметь много хороших настроек. То есть, если у него две-три настройки, как правило, вы не сможете получить, не можете засунуть свой, не сможете засунуть свой контент в этот шаблон, потому что контент, он неисчерпаем по своим формам и даже правильный подбор шаблона никогда не приведет к тому, что ваш контент прямо на 100% подойдет под этот шаблон. Обязательно надо где-нибудь что-то поднастраивать и богатство настроек это хорошо. Подстройка под структуру контента. Это тоже очень важно, потому что контент, он, еще раз повторю, он очень многообразен и надо, чтобы шаблон подстраивался не только визуально, то есть обеспечивал не только визуальную часть, но и структурно подстраивался под ваш контент. То есть контент сам, шаблон должен быть гибкий. Ну и опять же про инструмент, удобство интерфейса при использовании шаблона. Вот тут я много чего написал, например, богатство настроек, но если у вас богатство настроек без удобства интернета, интерфейса, прошу прощения, вы никогда ничего не настроите, потому что если настройки нелогично сделаны, то и шаблон работать толком не будет, вы не сможете понять, где его настроить, под себя плюнете и уйдете. Вот такие требования к качеству шаблонов я я вам написал и думаю, что не уверен, что это исчерпывающий список, но необходимый точно. Шаблоны формы и шаблоны структуры. Вот тут есть очень важный момент, частично я его в предыдущем пункте рассказал. Интересно, что а что за картинка на этом слайде и что она объясняет. Ну, хорошо, давайте расскажу. На этом слайде так называемая диаграмма с НК, если не изменяет память, которая демонстрирует отношение многих к многим. Какие-то отношения численные. Ну, вот я, честно говоря, не знаю, что здесь именно, здесь пять человек указаны, ну, здесь шесть. Здесь могут быть указаны, например, несколько стран, которые друг с другом взаимодействуют по разным параметрам каким-то. Там экспорт такой-то, импорт такой-то, культурный обмен, количество иммигрантов в одну сторону в другую сторону. Вот важно, чтобы их было несколько и каждый с каждым по нескольким характеристикам взаимодействовал. Обычно, если это в таблице делать, это очень малопонятная таблица получается. А вот такая вот диаграмма, она достаточно хорошо это все объясняет. это во флориш, да, совершенно верно. Так, итак, про шаблоны формы, шаблоны структуры. Как я уже говорил, одним из представлений о качестве шаблона является его совершенная форма. То есть, у нас должна быть хорошая форма. Но также мы должны иметь возможность подстраиваться под структуру нашего контента. Или, если не подстраиваться, то, по крайней мере, вы должны иметь возможность указать вашему шаблону, что в ваших данных есть что. То есть, какой смысл имеют те или иные данные. Это можно сделать, ну, скажем, не очень хорошим способом, когда буквально каждый вид данных вы заводите при помощи отдельного интерфейса, вот, и, ну, тогда все взаимно однозначно. Но это, если это что-то сложное, это превращается в огромную головную боль. А в более продвинутых инструментах вы на вход используете, ну, например, какую-то таблицу. Это наиболее частый случай. Вот. И в этой таблице есть два способа. Вы можете заранее создать таблицу под тот единственный вид шаблона, чтобы он ее понимал. И другой способ, более продвинутый, это когда вы используете относительно свободный вид у этой таблицы, но потом вы поясняете вашему шаблону, ну, например, какой столбец этой таблицы, что означает. Например, вот эти-то столбцы, да, они отвечают за географические координаты. А вот эти столбцы, они являются цифровыми, а вот эти столбцы являются категориальными, там, текстовыми, условно говоря, да, а вот здесь ID хранится ваших строк. Ну, вот как-то так. Вот, и это тоже очень важно, потому что это очень упрощает работу и открывает, в общем, действительно новые перспективы. Ну, и давайте посмотрим, как это работает, например, во Flourish. Вот типовое строение шаблона Flourish, и здесь я, ну, это я взял из своего курса, как раз из того, о котором говорю, говорил в самом начале. Хочу обратить внимание, в центре не помеченное номерами две вкладочки Preview и Data. Вот Preview это как раз работа с внешним видом. Вот, и здесь вот вы видите в области 4 огромное количество вкладок, ну, не огромное, там, как правило, вкладок от десятка до полутора десятков, где-то, может быть, чуть побольше, так и есть. Вот одна, каждый из этих вкладок может открываться, вот здесь в настоящий момент открыта первая вкладка, которая называется Dots, да, я не буду входить в то, что здесь конкретно, что это за шаблон, ну, вот остальные вкладки там Dot Labels, Groups, Groups Labels и так далее, да, вплоть до вкладки Footer. Все они служат только для того, чтобы каким-то образом изменить внешний вид результата. Есть еще вкладка Data, которая заполняется, ну, вообще говоря, на самом начальном этапе, выглядит она вот так. Как правило, на этом этапе реже вы все таблицу заполняете вручную, ну, почти никогда, да, чаще всего вы эту таблицу загружаете, ну, например, экселевскую таблицу, возможно, варианты. Загрузили экселевскую таблицу, и видите, тут на русском языке есть некие названия, пол, имя, вес, рост, страна проживания, любимая страна, там, ну, еще что-то, там, какие-то еще параметры могут быть. Вот. И следующим этапом вы в области 4 отождествляете каждую, каждый из этих столбцов отождествляете с каким-то смыслом. да, вот, например, категориальные колонки, это, вот, давайте я все-таки порисую немножко, да, вот эти вот категориальные колонки, это колонки А из G по M. Есть географические колонки, есть колонки с цифрами какие-то, ну, и еще колонка Metadata, которая отвечает, собственно, за то, что, какой главный параметр, главная колонка, по сути дела это имена, да, у нас. Вот, вот здесь мы как раз видим подход, где разделяется у нас работа со структурой и работа с работа с внешним видом. Есть ли флориш во флориш обучающие материалы на русском? Ну, что-то есть немножко, вот, больше всего у меня, по-моему, есть в моем курсе. Вот, а так у теплицы социальных технологий есть несколько небольших роликов, где просто рассказывается, ну, там с медийной точки зрения рассказывается, как, насколько хорош флориш. Вот. Так, про мультимедийный контент особый разговор, вот, я коснусь только одного вида мультимедийного контента видео, предлагаю вам использовать для этого видеоредактор и видеорекордер, который называется Camtasia. Ну, вот, у меня эти пункты, которые я постоянно привожу для доказательства того, что это хороший продукт, он идеально подходит для учебных целей, совмещает простоту и функциональность, имеет редактор для видео, аудио, правда, так себе, монтажа, ну, интегрирован с PowerPoint. Вот. Самое главное, самое главное свойство, что он ориентирован не на профессионалов видеомонтажа, а на конечных создателей контента, то есть обладателей контента, авторов. При этом он достаточно мощный и в нем нет тех трудностей, которые возникают при видеомонтаже, когда мы этим занимаемся, ну, совсем уж профессионально, да, зато есть дополнительные инструменты, которые позволяют авторам всякие указывающие инструменты, стрелочки, оживляющие инструменты и так далее. Скажите, пожалуйста, какой ресурс можно использовать для создания диаграмм и графиков. Сейчас скажу. Вот уже несколько показал, еще сейчас несколько покажу. Ну, и давайте я несколько шаблонов рассмотрю, которые в Flourish есть. Прошу прощения, в Camtasia. Вот. Первый из них самый простой и существующий с самых ранних версий. Это так называемые аннотации и выноски, да, которые позволяют нам что-то указывать на экране и какой-то объект, который для нас важен. Вот. Ну, действительно, очень важная вещь и простейшие шаблоны, которые позволяют там что-то решить нам. Один из видов выносок, это так называемый Sketch Motion, это вот такие вот рисуемые примерно за одну секунду стрелочки, которые еще более подчеркивают тот объект, который нам нужен. Такие шаблончики, которые называются Behaviors в прямом переводе с русского действия, да, или поведения. Это комплексные шаблоны, которые включают в себя, у них нет внешнего вида, у них есть только поведение для некоторых объектов, которые уже созданы. Например, для той же самой стрелочки, если мы ее вставляем в наш видеоролик, то у нас получается, что она мгновенно появляется и мгновенно исчезает. Это некрасиво. Вот. Поэтому созданы специальные дизайнерские способы появления и исчезания этой стрелочки. Но если быть скромным, можно использовать, например, Behavious, который называется Fade, который просто эту стрелку не единомоментно, а медленно она появляется, относительно медленно, немножко повисит, чтобы вы прочли, что там надо, и медленно же исчезает. Есть более сложные, интересные варианты, когда что-то изгибается, там что-то откуда-то выходит, куда-то уходит, и так далее. Но смысл в том, что это не просто анимации, которые тоже есть в этом продукте, которые вы можете сами сделать, но специальная преднастроенная анимация, дизайнерская преднастроенная анимация. Вот что важно. Дальше. Есть библиотека с различными видами шаблонов контента, динамических шаблонов, как правило. Во-первых, это заголовки или интрос, да, то есть те заголовочки, при помощи которых вы можете указать, что ваш ролик начинается, указать его название, возможно, авторство и так далее. Далее. Есть еще несколько видов. Сейчас вот в библиотеке много видов анимированных шаблонов. Один из них это, например, цитата. Вот так она выглядит. Здесь я показываю ее статический вид, а появляется она не сразу, она появляется в течение какого-то времени. И по сути дела анимированная цитата это такой вид художественных титров, которые появляются на экране и которые в данный момент являются единственным изображением, на которое надо смотреть, а не подписью к чему-то там. Вот. Что еще есть? Есть библиотека анимированных выносок. Вот. Это то, что у меня зеленым подчеркнуто. Это те же самые выноски, о которых я говорил, выше, но только уже в более художественном исполнении и появляющиеся динамические сначала ось, потом то, что написано, вот как-то так. То есть, это достаточно красиво, на такой вот разного вида выноски. То есть, бывают кривые вот такие, бывают прямые, ну, почти как на чертежах, можно так сказать. Вот. Ну, и всякие еще другие анимированные выделения, например, там, палец, который рисует какой-то вокруг объекта, какой-то овал, или там многие десятки других таких вариантов, которые позволяют вам как-то выделить объект. нет особого времени для того, чтобы полностью рассматривать мультимедиа контент. У меня отдельный курс по учебному видео, где я это подробно рассматриваю. Ну, сегодня вообще не сказать про это нельзя было. А, что же это за инструменты, которые я предлагаю? Это, кстати, все те же инструменты, которые мы изучаем на курсе. Давайте я про них расскажу. это мои любимые инструменты, именно поэтому я их и включил в данное описание. Первый инструмент это WordArt, это облако тегов. Сейчас просто назову, потому что по каждому будет слайд. Дальше шкала времени TimelineJS, интерактивное путешествие StoryMapJS. Большинство из них являются сервисами за исключением приложения Camtasia. Сервис это означает прямо из браузера с ними работаете. Да, и все эти сервисы, подавляющее большинство вполне работоспособны в бесплатном режиме. Где это неверно, отдельно скажу. Итак, StoryMapJS интерактивное путешествие, два сервиса Geocode и карта, картографические сервисы, или геоинформационные системы. GlideApps это конструктор мобильных приложений, Camtasia это единственное приложение, а не сервис, авторский видеоредактор, DataRapper и Flourish инфографика и Tilda это компоновщик контента, где все это вместе собирается. Вот Camtasia и Tilda Camtasia она безусловно платная, ну если только не пользоваться конечно взломанной версией. А Tilda имеет бесплатный режим пользования, но я вам рекомендую все-таки платный, потому что он серьезно отличается, к сожалению, от бесплатного. Остальные вполне либо по своей сути бесплатны, либо имеют большую часть функций реализуют в бесплатном режиме и нам не мешает. Да, пожалуй, еще карта тоже сервис, который в бесплатном режиме более слабый, ну сильно слабее, чем в платном. Но все равно у него бесплатный режим достаточно хороший. Итак, WordArt сервис для создания тегов, облако тегов, лучший, на мой взгляд. Облако тегов или облако слов это некая область, в которой шрифтами разного цвета, размера написаны какие-то важные слова, например, термины. вот, ну и главное, что на каждое из этих слов можно нажать и куда-то эта ссылка приведет вас, например, в глоссарий. Вот, нужен он для быстрого привлечения внимания и для быстрого ознакомления с содержимым вашего, ну я не знаю, курса, страницы или еще чего-то, да, сайта. при этом подразумевается, что величина шрифта она зависит как-то от параметра важности. В простейшем случае это частотность этих слов в тексте, ну а в более сложном случае может какая-то иная авторская функция важности применяться и тогда это будет как-то по-другому. вот, следующее timeline.js ну очень важно показывать что-то в развитии во времени, то есть практически все о чем мы говорим оно не может быть статичным. Мы можем о чем-то говорить как о чем-то располагающемся в статике, но на самом деле всегда есть динамический аспект в любом рассказе вот ну или если угодно если речь об обучении то в любом предмете ну например есть математика которая вроде бы как не во времени да сама по себе но есть история математики и математика без истории математики она в общем не всегда даже понятно вот ну и так далее да внизу я тут привожу ссылки причем это ссылки не на лучшие работы какие-то да а ссылки на те работы которые нами сделаны со слушателями вот в тех показах которые на упомянутом курсе были осуществлены вот то есть это это нечто сделанное очень быстро все все ссылки которые здесь приведены это не результат долгой кропотливой работы а как правило результат ну в районе 30 минут там 40 минут поэтому они немножко упрощены по сравнению с тем что можно сделать в реле сервис называется таймлайн нитлаб ком нитлаб нитлаб это лаборатория северо-западного университета сша сервис ну это ученые не коммерческая организация поэтому абсолютно свободный продукт то есть ни копейки денег более того работает он прямо с главной страницы без регистрации вот в чем есть кстати и положительные отрицательные черты очень качественный вот хотя может быть в нем реализуются не все не все то что хотелось бы от таймлайнов да но но это лучше из существующих из знакомых мне та же самая группа нитлаб другой ее продукт который называется инструмент который называется story map story map позволяет делать прогулки или как это сказать интерактивные путешествия по карте и второй вариант интерактивные путешествия по большим картинкам под большими я подразумеваю реально большие картинки гигапиксельные картинки где можно разглядеть огромное количество деталей вот примеры есть я не буду их показывать посмотрите сами очень хороший сервис который позволяет сделать классный контент просто сервис карта ну тут я показал один из сервисов интерактивных прошу прощения из один из картографических сервисов там есть и другой о котором я говорил попроще вот это сервис который позволяет на карте выделить некоторые интерактивные объекты в качестве интерактивности с одной стороны их сама форма что-то должна показывать например они могут показываться объектами разного размера и разного цвета кроме того по наведению на них мыши и по нажатию мыши тоже что-то может происходить далее тут еще можно сделать интерактивные фильтры которые будут эти объекты на карте фильтровать по какому-то свойству например если у вас на карте 100 самых высоких небоскребов то вы можете сортировать их по высоте например выбрать только самые высокие вот ну либо и середины выбрать ну и по какому-то другому параметру тоже можно их сортировать вот это малая часть тех интерактивных возможностей которые там есть но не будем долго иначе можем час проговорить про этот сервис вот тот сервис о котором я говорил сервис Glide Apps и кстати вот здесь ссылка снизу которая приведена она на несколько более продвинутый пример чем тот который я приводил в самом начале нашего сегодняшнего вебинара вот это изготовление контентных приложений для смартфона то есть вот прямо по ссылке можете загрузить свой смартфон и использовать даже в качестве мобильного приложения Camtasia тут без примера просто ссылка на то где можно загрузить трейл-версию 30-дневную трейл-версию последней последней Camtasia Data Rapper это как раз инструмент для изготовления инфографики для изготовления различных диаграмм и так далее вот тот вопрос который мне задавали прекрасный сервис и кстати по этой ссылке вы можете ознакомиться с картой созданной при помощи этого сервиса которую мы сегодня в упрощенном виде в самом конце нашего вебинара постараемся повторить в течение примерно 15 минут я думаю что мы сделаем эту карту ну и наконец не совсем наконец Flourish тот сервис о котором я сказал предупреждение с Flourish смотреть можно откуда угодно а работать только через VPN ну по известной причине вот ну если вы давно работаете в контентной области я думаю что с VPN у вас все нормально вы его давно поставили ну по крайней мере можете включать на то время когда работаете с какими-то инструментами вот и вот здесь ссылка вот эта ссылка уже на более-менее профессиональную работу которая не в течение 30 минут делалась это ссылка на страницу с несколькими работами с несколькими встроенными работами по на Flourish давайте я вам это тоже скопирую хотелось бы этим поделиться оно это достаточно хорошо на мой взгляд сделано сделано сейчас я скопирую ну тут достаточно долго надо разглядывать несколько видов диаграмм здесь использованы они все динамические вот то есть они не только что-то показывают но еще и живут во времени вот включая и ту диаграмму которую я вам уже давал пузырьковую которая тоже живет после того как вы ее включите вот ну и наконец тильда это сервис где весь этот контент собирается в единое целое получаются длинные страницы которые можно длинные хорошо структурированные страницы и в частности предыдущая ссылка она как раз была сделана на собрана не сделана собрана в тильде вот чем хороша тильда тем что у нее огромное количество дизайнерских шаблонов более там 500 насколько я помню дизайнерских блоков кроме того есть еще шаблоны целых страниц то есть шаблоны шаблонов как бы вот в общем классный продукт который позволяет делать страницы и даже небольшие сайты иногда и большие сайты главное чтобы эти сайты не были как бы это сказать это сайты не не серверные не с серверной обработкой вот можно делать прямо без без дизайнеров без программистов своими своими силами я использую платный вариант но вы можете начать с бесплатного посмотреть как это все работает на мой взгляд я забыл здесь привести ссылку на тильду но вы вот наберите в поисковике тильда паблишинг вам сразу она выскочит потому что это чрезвычайно популярный сервис вот который уже существует ну не десяток лет но наверное 7 или 8 лет российский сервис кстати вот который очень хорошо выстрелил ну и перед показом который мы сейчас с вами организуем еще раз обращаю внимание на тот курс который у меня планируется 14 февраля традиционный мой курс который называется профессиональная разработка электронного учебного контента на котором как раз вот эти все возможности инструменты и будут рассмотрены а мы с вами сейчас начнем с нуля создавать некий продукт при помощи сервиса стоимость курса разные стоимости в зависимости ну вот от 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 9800 стоимость начинается а вот реализует компания ракурс его в качестве организатора вот не директор не директор академии а компания ракурс впрочем этот курс от директор академии тоже осенью проходил но на особых условиях не буду сейчас говорить про это так итак давайте что-нибудь покажу вам в динамике для этого так где у нас тут показ включаю показ весь экран предоставить предоставить к аудио так ну и перехожу к самому сервису я с вашего позволения в него уже вошел это сервис который называется data wrapper вот он и это то что я уже там в нем много что когда-то делал в основном как раз для учебных целей и сегодня мы создадим вот такое вот примерно изображение москвы с выделенное по районам и в каждом районе мы проставим в виде цвета проставим плотность населения в этом районе для начала откуда мы возьмем данные данные я брал вот из этого сайта вот вот здесь есть можно это скачать в качестве таблички так тут у меня надо было повыключать все вот у нас 146 районов в москве огромное количество включая новую москву и по каждому есть какая-то какие-то данные я это скачал и разместил вот в этой вот табличке с тем чтобы нам удобно было сразу эти данные взять и поместить куда нам надо ну и давайте начнем так давайте начнем возвращаемся в дата рэпер и говорю создать новой новую карту есть три разных вида карты карты которые выделяют области именно она нам и нужна карта которая работает с объектами и карта ну такая для помещения своих собственных объектов каких-то и рисования скажем так вот выберем вот этот вариант и первое что нам надо это выбрать нужную нам карту здесь огромное количество предустановленных карт можно загрузить свою но свою сделать не так просто поэтому просто выбираем какие-то карты которые содержат слово Russia да вот смотрите какое количество карт немаленькое есть есть несколько крупнейших городов есть собственно карта России есть карта Севера России Востока России но нас интересует карта Москвы по дистрикту по районам вот мы ее выбираем и вот она здесь уже появилась видите справа у нас все карту мы выбрали идем дальше обращаю ваше внимание что здесь все сделано так что мы по следуем по четырем шагам да это select your map выбор карты добавляем данные add your data дальше визуализируем визуализ и publish and embed то есть публикуем и получаем результат и вставляем его туда куда нам надо и так добавляем наши данные здесь мы можем загрузить данные откуда-то из Excel но мы поступим по другому мы переходим вот сюда вот первое что мы делаем мы настраиваем районы ну в частности нам надо чтобы по-русски они звучали и мы вот здесь выбираем name.ru да почему я это вам показываю да потому что это один из самых хороших примеров шаблонов которые мы используем да дальше мы говорим что в качестве объекта мы используем районы в колонке а вот здесь в этой таблице и в качестве значения мы используем какие-то значения и вот эти какие-то значения мы сейчас вот оно по алфавиту здесь построено мы просто берем из нашей таблички вот эти вот заранее созданные цифры плотности обращаю ваше внимание что тут есть один объект без без ну нет про него данных это Мосрентген район и заодно и посмотрим как он себя ведет берем эту колонку все 146 значений переходим к нам сюда и делаем Ctrl-V вот они все вставились эти значения Мосрентген у нас перемест так так что-то у нас Мосрентген переместился в самый конец видите он пустой вот ну и еще они тут поменяли после того как им были присвоены значения правильные они поменяли с алфавитного на ну по ID своему короче говоря они теперь расставились ну не обращайте на это внимание это уже вопрос следующий все у нас синего цвета если было что-то плохо не какое-то значение было бы неправильное оно было бы красным ну допустим здесь я поставил какое-то там в цифровую колонку поставил бы что-нибудь вот такое вот да ну и видите оно сразу красным стало вот то есть ничего плохого у нас нет поэтому у нас все синее и мы можем идти дальше пока мы не исправили все ошибки все что красным да мы дальше идти не можем а теперь мы можем идти дальше нажимаем на кнопку proceed вот здесь нас предупреждает что мы проверяем говорят нам про красный цвет идем дальше и переходим к визуализации и обращаю ваше внимание что уже это все работает теперь надо только донастроить да это все донастроить надо а все уже нормально работает итак первое что мы делаем мы говорим о том что мы используем колонку value для того чтобы вот здесь вот чтобы это все раскрасить то есть по значению это делаем выбираем палитру можем выбрать вот такую вот палитру например или какую-нибудь вот такую вот палитру но мне эти палитры не нравятся лучше давайте используем вот стандартную вот эту палитру что в этой палитре нехорошо то что слишком высокий контраст и большие области у нас заняты пятнами еле различимыми пятнами давайте мы немножко глубже погрузимся в это и давайте сделаем так вот тут интерполяция у нас линейная мы поставим интерполяцию по квартелям вот так вот по квартелям это означает ну это статистическое понятие из математической статистики означает что мы делим выстраиваем все данные по убыванию и делим их на 4 части ну и соответственно все цвета тоже делим на 4 части и таким вот образом это все делим а вот но мы можем поступить еще более подробно вот здесь есть более подробное деление и можем например уменьшить контраст да вот начинаем уменьшать контраст ну вот например до такого ну нет это же наверное слишком вот как-то вот так вот да ну уже немножко получше стало вот видны и районы с сильным сильно подсвечены и слабо подсвечены тоже все-таки более-менее видны вот я вам здесь не буду объяснять значение каждого да тут оно для этого нужно немножко побольше времени дальше подписываем легенду легенда это у нас вот это вот в легенде у нас плотность населения пишем слово вот оно возникло ну и количество человек давайте здесь мы вот так вот сделаем вот чтобы не не печатались у нас только целая часть чисел была бы так вот что у нас здесь здесь не будем это много всяких параметров так мы еще хотим сделать карту с возможностью увеличения появляются вот эти кнопочки и мы можем теперь наезжать на любой район вот так вот и отъезжать это очень удобно чтобы разглядеть мелкие районы дальше спрятать регионы без данных вот если я это ввожу мозг рентген пропадает ну зачем не надо давайте пусть он будет все-таки хоть и сереньким покрашен дальше что еще где разместить карту слева справа по центру и разные отступы да вот ну хорошо пока дальше обращаю ваше внимание что вкладка визуализации имеет три подкладки под вкладки сейчас мы по ним пойдем дальше так далее название пишем москва дальше в description пишем по по районам ну вот как то так да можем еще да теперь мы можем снизу заполнить некоторую информацию во-первых ноутс что-то написать про про себя там например карта и сегодняшнее число да 16 0 1 20 23 вот так вот дальше data source источник информации а вот напишем название этого сайта статистика по россии и дальше дадим ссылку на него и так здесь пишем статистика по россии обратите внимание это внизу появляется вот мелким шрифтом вот здесь вот и дадим ссылку чтобы это была не просто информация а информация со ссылкой ну вот теперь это видите кликабельно стало дальше кто создал ну давайте я себе напишу так вот мы потом еще это все на русский язык переведем вот source map и так далее альтернативную информацию ладно не будем map labels так нет label не будем это сложно и долго так текстовые аннотации ну у нас они по умолчанию настроены но давайте мы их там немножко достроим точнее не аннотация а tooltips это вот всплывающие вот эти подсказочки да вот здесь вот есть целый такой язык который ими управляет вот давайте напишем так район две точки вот район киевский а здесь напишем плотность усиления точке вот ну можно было тут еще ну давайте напишем человек на обратный километр вот так вот ну ну вот все у нас появилось вот теперь вот стало более как-то разумным это ну правда с переносами но тут можно с этим побороться как-то ну вот сделали сделали пока так так дальше здесь вот переведем на русский язык то что на английском сейчас так ну-ка посмотрим вот видите теперь слово карта источник картографические данные скачать данные и так далее дальше можем позволить скачивать изображение можем позволить людям всем скачивать код вставки свой продукт ну и в общем-то почти все так мы еще одну вещь не настроили здесь ну ладно не будем это по-моему вот здесь делается там где сейчас минуточку хотел показать вам еще одну красивую красивую вещь 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 минутку так это где-то в легенде вот enable highlighting on hoa вот смотрите то что я провожу по легенде и включаются те районы которые подсвечены этим цветом и наоборот когда я веду по районам подсвечивается указатель на легенде ну практически все мы сделали осталось нам последнее действие опубликовать ну и теперь можем взять либо ссылка это все либо фреймаем iFrame и вставить уже в свою например в тильду или себе в курс в систему дистанционного обучения либо еще куда-то да вот ну давайте я скопирую перейду на новую страницу ну вот мы это видим здесь и чтобы вы убедились что закрываю доступ перехожу снова сюда чтобы вы убедились что так минуточку чтобы вы убедились что это прямо сейчас сделано можете посмотреть это от себя вот мы потратили 15 минут для изготовления ну так относительно высококачественной продукции контентной которые можно использовать в обучении только ничего добавить интересного не получается а в каком смысле интересного а не получилось ну если вы делаете прямо вот по ходу то наверное это будет достаточно сложно ой что-то у вас вы couldn't fight that visualization не могу по этой ссылке перейти вот ну по первому то разу у вас не 15 минут уйдет по первому разу может и несколько часов уйти потом как только вы научитесь работать с инструментом у вас это будет занимать поменьше времени как с молотком или там с электроинструментом каким-то дело в том что инструмент это такая вещь им сначала надо один раз научиться пользоваться а потом можно можно сто раз делать какие-то хорошие вещи вот в отличие от ручного режима когда надо каждый раз тратить это время все вот я вам показал инструмент непростой кстати да он вы видели сколько там настроек наверное ну вот мы мимо наверное сотни полторы настроек прошли ну может чуть поменьше вот я вас провел просто тем путем который уже не раз ходил вот а шаблон достаточно насыщенный и как вы видите много чего в нем можно настроить вот ну собственно вот я думаю что этот показ он каким-то образом материализует то что я вам сегодня на вебинаре продемонстрировал вот возможно я смог вам доказать что использование инструментов которые используют в свою очередь продвинутые шаблоны это магистральный путь для разработки качественного интерактивного хорошо структурированного контента и визуального да так вот вот я готов ответить на ваши реплики и вопросы значит если пока вы думаете о вопросах я вам нашу стандартную информацию дам о сертификатах сейчас минутку вот 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 информация да запись вебинара будет на ютюбе через пару дней где где в самом начале чата если он еще не ушел нет он не ушел в самом начале чата есть ссылка на наш видеоканал вот оттуда есть ли тьюториал вы знаете я думаю что тьюториала про по всем шаблонам которые есть в дата репер нигде нет потому что там огромное количество этих шаблонов ну вот я на своем курсе стараюсь как раз этот инструмент рассмотреть да возможно где-то есть отдельные ролики по отдельным шаблонам ну вот если вы будете смотреть запись вебинара которая как я уже говорил появится через пару дней а на вконтакте наверное можете посмотреть уже через несколько часов или даже быстрее вот то последняя часть вебинара это в общем-то некий тьюториал по одному из шаблонов дата репера ну что ж ссылку я выше привел на страницу выдачи сертификатов через несколько минут после окончания нашего сегодняшнего вебинара сертификаты будут выданы их можно будет приобрести стандартным способом через Юкасу спасибо всем кто был по-моему сегодня вебинар у нас удался и вы были относительно активны по крайней мере некоторые из вас это здорово задавали вопросы я рад всегда с вами встретиться будем продолжать встречаться а в директ академии у нас вебинары проходят каждый день иногда и по два в день вот уже через полчаса состоится следующий вебинар поэтому я с вами раскланиваюсь и мы будем ждать вас на вебинарах которые предстоят всего доброго до новых встреч субтитры